Здарова, перед тем как мы начнем этот ролик, нет это не реклама, успокойтесь. В общем, в своем прошлом ролике я не сделал фирменное вступление, предисловие такое перед началом каждого ролика на моем канале. В каждом вступлении я либо спрашиваю у вас какой-либо интересующий меня вопрос, либо отвечаю на один из ваших, или же просто вкратце рассказываю о том, что вас ждет в этом ролике. Так вот, я уже понял то, что один из ваших любимых типов контента это когда не просто какой-то игрок получает по жопе, а именно донатный, модератор, администратор. В общем, вы конкретно подсели на видосы, где какой-либо донатер, именно администратор, получает пизды. Обычно в каждом ролике у меня по одному экземпляру, каждый из которых друг от друга отличается. Каждый из этих экземпляров по-своему долбоеб. Кто-то просто нарушает правила, кто-то донатный администратор нарушает правила, кому-то 10 лет он ведет себя слишком агрессивно для своего возраста, а кто-то из них слушает мои советы на стримах. Кстати, рекомендую, заходите, на них достаточно весело. А теперь, я играл на сервере ВастРП, айпи вы найдете в описании. Погнали! Вы сейчас, наверное, спросите, чё ты тут собрался пояснять, раз делаешь стоп-кадр? Какого чёрта этот отрывок на 5 секунд вообще попадает в список пояснений? А я вам отвечу, чел, фактически, находясь на спавне и имея донатную администраторку, устроил по приколу РДМ, когда на серверке не так уж и много игроков. Субтитры, которые вы дальше увидите, мол, пользователь отъехал, это всё его рук дело. Он каким-то образом выталкивает людей со спавна и убивает их, и ему просто по приколу это. В итоге, когда на эту свинью подают жалобу, он говорит то, что, ну, окей, баньте, я всё равно сейчас куплю разбан. Ну, не тут-то было. Жалобу-то разбирает не какой-то инфантильный администратор, который спустит этому дегенерату всё с рук. А, ну да, ну, получается, спауна босса или спауна, что это? Здорово. Пойдём. На кого жалоба? Чуть-чуть только громче говори. Посмотри, кто меня там аж. У меня, у меня ротаки спят, я не могу. Все, кто меня дамажил. А, окей, сейчас. 0,16 тебя убил, блинком каким-то. 0,16 тебя четыре раза задамажил. Разве это он был? Ну, логи показывают, что да. Привет. Ой, у тебя ты на жалобе был, да? Смотри, я по логам увидел то, что ты дал несколько дамагов на 100 плюс хп. Что? И за что это? На него две жалобы. Ну, да. Да его за масс-рдм, за бантик. Он на спауне бил у людей. С ним уже разбираются, видимо, по демке будут решать, что там у него он там на спауне же убивал. Да, ну, а я не могу его узкать, когда он меня со спауна с помощью бага выкидывает и убивает постоянно. Ну, нет, по-моему, нет, это... Если я сразу в РП-зоне, а что за баг, можешь подсказать, что за баг на то, чтобы со спауна? У него есть штука, которая заставляет вот это, выкидывать с помощью толчка. И он меня выпинул с спауна и убивал постоянно с этого. Я вообще слева на миссии, у меня попали кота. И он будет, что я его оскору с причиной. Так это багаевус меня тоже выкидывали со спауна, получается. Вот смотри, у тебя один точка, этот, один точка двенадцать. В итоге я придумал интересную многоходовку на то, как разгондурасить этого долбоеба, на платные разбаны. Раз у него какая-то супердонатная администраторка, а также деньги на разбаны, то ему, в принципе, денег не жалко. Значит, вполне логичной будет выдача нарушений поочередно. Я такой стратой пользуюсь крайне редко, поймите. Я это использую только тогда, когда чел, ну, реально конченый уебок. Все вот эти бэтбич мувы, попускание долбоебов, плюя с них кислотой, или же какие-то наказания, по пять нарушений за раз найти. Я ее за это только тогда, когда на экране реально уебан. Сейчас у вас на экранах как раз-таки он. Санс, я должен тебя забанить за... Сейчас мы будем делать по-другому немного. А оно доказано? Ну, ты сам, да, ты сам сказал. Я должен быть прикол, если я все сделал правильно. Теперь этому хуесосу нужно хорошенько настаяться в бане, а мы пока поищем других нарушителей. Лисунка, с ней, пожалуйста, молодой человек. За что? А, негр. Не надо, не надо его, пожалуйста, ну, не надо, ну, не надо. Подожди, подожди, подожди. Ну, я... Ну, не надо его. Ну, посмотри, какой он хороший. Ты хочешь самому наказать? За что? Что я вам сделал? У меня даже ничего нету. Что ты сделал? Сейчас поймешь, что ты сделал. Не надо его сделать. Что я сделал? Смотрите. Сейчас поймешь, сейчас поймешь. Все, да. Туда его. Туда его. Заждусь, не будешь. На. Заждуй, вот он. А вот он, что я не делал. Спидрон по банам, поехали. Итак, пока мы для виду занялись админской деятельностью, наказали вот этого чела за феррп, чел, наверное, расслабился и дожидался, пока ему нормально перебанят на нормальный срок, а именно две недели. По моим подсчетам, все должно было пройти так, как я задумывал. Ну да, я немного плох в математике, но все же что-то я могу допосчитать. Для того, чтобы создать видимость раздумий насчет перебана, вместо 20 минут дать 5 недель, я делаю небольшое окно, в котором я успеваю наказать еще одного человека. От его лица это выглядит примерно так. Вот он меня забанил на 20 минут, вот он еще кого-то забанил, по-любому он почекает чат и увидит то, что меня забанил он неправильно, а именно теперь после этого он перебанит меня на 5 недель. И я после этого куплю разбан и пойду дальше нарушать правила. Затем что-то придумал. Я буду прожать. Я собираюсь об этом. Затем готов. То... Тепя. То... Ну а теперь, когда он потратил сумму, на которую он рассчитывал разбаниться, я могу накидывать ему спокойно те нарушения, которые я также увидел во время этой ситуации. Пишу опередить тех, кто начнет его сейчас защищать в комментариях. Ребят, если вы это делаете, то вы не особо-то и далеко ушли от него. Если вы готовы просто так поощрять и забывать все косяки чела, который вот таким образом платит за свою тупость, то окей, флаг вам в руки. Но любой адекватный, взрослый, нормальный человек скажет вам то, что такого долбоёпа нужно доить. Доить по полной. Любой адекватный, взрослый, нормальный человек, который играет в Дарк РП... А, таких... Блядь, они ж не играют в Дарк РП, им оно им нахуй не нужно. Ладно, чел, который несколько умнее вот этого дебила из ролика, он всё же поучит правила и не будет их нарушать, а не будет раскидываться вот так вот деньгами на разбан, сука, в игре. Ладно, теперь к делу. Казалось бы, он получил уже то наказание, которое он реально заслужил. Ну да, убивал человек на спавне, насчитали несколько таких вот нарушений, в итоге вышел рецидив, в итоге бан на две недели. Пацан из него откупился. Но, я могу посмотреть логи и насчитать убийство, которое он сделал не на спавне. Логи пишут как раз таки, сделано это на спавне или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Охуеть, ебать он дебил. 1,6. Теперь. 1,В. Вот так вот. Опа, опа, молодой человек, пожалуйста, литесь к нам к стене. Окей. Проверли на энергетику. Сразу скажу, ко мне не поворачиваться полностью лицо, можете на палатинку повернуться, только не полностью. Иначе будете расстояния за неподчинение. Если побежите куда, так же будете расстояния за неподчинение. Я не спешу, никуда. Проверяй. Ну, сразу скажу, не беспокойтесь, все будет хорошо, я брать в безопасности своей жизни надену на вас ногу. Визуально в вас ничего не вижу. Но если посмотреть чуть глубже, я достал от права кармана резиновые перчатки медицинские. Ну и снял штаны с человека напротив, а вы с трусов с человека напротив. Начал досмотр с внутреннего кромашка. Так, у вас тут все пусто, прям чисто, вы слишком хорошо ухаживаете за своей копкой. Не надел трусы человека напротив, не надел штаны человека напротив, засунул в правый карман человека напротив. Так, ну, у вас, ну, ничего не хотят. Пошли, как-то так, там, бра. Мы свободны, мы свободны, мы свободны. А че ты, не купишь вот эту хуйню тебе разбан, дебил? Мазырдм, блядь. Уебок, блядь, тупой. Или ты донатишь еще на разбан? Мудила. А что, уебок все, сдулся, да? Сдулся? Пидер тупой. Все, неделю сидит долбоеб, деньги у него, видимо, кончились. Можете, пожалуйста, это, пройти кассе, если вы хотели бы что-нибудь заказать? Да ничего странного, мне просто посидеть хочется, пока КамЧас идет. Дом покупать не кайф, а я так быстренько суточку челло закину. Хотя они могли бы неплохо так нарубить бабла. Неплохо отстроена квартира, и можно хорошую цену поставить за вход. Здравствуйте, я бы хотела вас спросить, что вы будете в нашем кафе, ну, брать, чтобы поесть? Хочу вот это блюдо. Клитер? Так, выйдут сидеть и проседать, этот ордер взял, посматриваем, обещание. Сука, а есть блюдо? Нет, у нас, у нас нет клитора, у нас есть лобстер, что это такое? Хотите, скажите, что это такое? Просто блюдо? Я не знаю, что такое клитор. Что такое клитор, повар? Я не понимаю, что слово клитор. Клитор, что это такое? Клитора пока что нет. Завтрак есть хлопья на завтрак. Блин, у нас... Подскажите мне, пожалуйста, где у кого именно находится клитор? Это очень самая вкусная еда в мире. Какое клитор? Что такое клитор? Он бредит. Он бредит. У нас лобстер, это самая-самая вкусная еда. В лобстер? Понятно. Лобстер у нас стоит... Можно, пожалуйста, говорить по культуре? Боже, у кого можно найти клитор? У нас нет клитора. У нас есть столько... Сейчас я посмотрю, может... Сейчас посмотрит, может, найдет бредит на кухне. Здесь у нас нет клитора, понимаете? У нас нет такого... Извините, но я обычный рабочий. У меня сейчас работа. Если я буду прерваться, меня могут уволить. До свидания. Что такое клитор? Скажи, у кого можно найти клитор? У кого можно найти клитор? У кого можно найти клитор? Что такое клитор? Скажите, тут никого нет. Скажите, где можно найти клитор свежий, обычный? Скажите, где его можно найти? Потому что я не понимаю, что это такое. Ладно, вам сейчас повар приготовить то, что он подумал. Вот вам ваш клитор. Хуя себе, что он мне рака принес? Да, вообще клитора по сути такой же. Где, кстати, это не рак, это не рак, это клитор. Он просто так выглядит. Клитор вот так выглядит. Мне, блядь, один раз так тоже сказали, я тоже так подумал и поверил, я купил. Сейчас узнаем экспертное мнение игроков. Можно понизить повара, если он не может приготовить мне клитор? Я сейчас кое-что загуглю, и мы скажем, сможем ли мы его приготовить. Ты сейчас гуглишь, что такое клитор. Смотри, вот, смотри, смотри. Погоди, посмотри, вот, что я загуглил. Каждый пацан проходит через это, блядь. Гуглит, что такое клитор, нахуй. Сейчас, погоди, мне и танец грузится, у меня слабо немного. Тут ловит. Погоди, погоди, что это такое? Мне поесть надо, сука, срочно. Клитор, необычный выступ, где находится сверху. Там встречаются правые, левые половины губы. Это аналог... Боже... Боже... Человек, ваши шутки... Фу... Я даже... Блэ... Боже... Блядь... Уходите... Я зову полицию... Уходите... Уходите... Нахер... Я больше не буду на это смотреть. Брошадь... Блэ... Выводи его, он необычный. Он необы... Ахахахахахахахахаха... Может, пожалуйста, выйти? Я зову полицию. Слышишься? Слышишься? Приготовь ему лобкер, приготовь ему лобкер. Блять, я сейчас звоню подруге нахуй. Кристина, я пришёл в игре в кафе, говорю типа приготовьте мне клитор, челы спрашивают, что это такое, блять, начинают гуглить, говорят, что блять, мы сейчас полицию вызовем. Он мол необычно съебитесь отсюда, а я звоню в полицию. Стоять, 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 стоять. Стоять. Давай пять канап. Быстро. Пять канап. Быстро. Пять до трех. Раз. Два. Всё. Отвернись, отвернись. Месть ведь никто не отменял, да? У него башка в изоленту обмотанная. Держу в курсе, у профессии, на которой я играю, нету феррп до трёх человек. Исключение это супер солдат, который угрожает мне оружием, его я естественно должен бояться. Отомстить этому человеку в плане рп мне ничего не мешает, у меня есть оружие, у меня нет страха до трёх человек, так что одного его я бояться в принципе не могу. А вы спросите тогда, почему я отдал ему деньги. На тот момент у меня не было никакого оружия, а доставать из кью меню хоть я и могу, благодаря своей привилегии, это было бы правилом нон рп. Ну типа откуда у меня из неба появился там, не знаю, какой-нибудь условный СВД. Ладно, пишу, у меня был какой-то старый замшелый дробовик, которым я бы вряд ли вытянул против спаса, который очень скорострелен. Я немного трезво оцениваю возможности даже тут. Я лучше в этом случае немного перетерплю, чем просто разменяюсь пулями, отлечу на спавн и не смогу ему в будущем отомстить. Раздобуду нормальное оружие, а потом снова подловлю его, но уже на ошибке. Пойдём к ним, пойдём к ним. А чего админ не поправил? Пойдём к ним. Стоять. Пять ка на пол. Давай. Сосать, блядь. Сосаем пять ка на пол, блядь. Пум-пум-пи-дум. Пум-пум-пи-дум-пум. Я в этот раз не схавал, потому что у меня было нормально оружие. Бать, он со спаса не смог просто зажать в меня, вот так вот натыкать. Сид. Из-за исключения Супер Сладов. Ну а жалобы за ФРП. До чего же уморительно наблюдать за бандитами младшими, которые после первого своего апсёра бегут писать администратору. Вот прикол в том, что абсолютно каждый игрок, который здесь играет, который встречается в своём ролике, он отыграл заведомо больше, чем я часов. И неужели за это время игры нельзя было узнать хотя бы базовые правила каких-либо профессий? Заметьте, я говорю это без единого токса в его сторону, но он ничего такого по факту плохого не сделал, он ничего не нарушил. Первый раз он ограбил получилось, второй раз награбил не получилось. И при всём при этом он играет заведомо больше, чем я часов на серваке. У него есть какой-то там клан, у него есть по-любому знакомые, с которыми он там пересекается. Я тупо не верю в то, что нельзя, играя на серваке почти каждый день, узнать правила хотя бы базовые у какой-либо профессии. Что можно кому делать, а что нельзя. Хотя чё я тут городить пытаюсь, если администратор донатный причём из первой разборки в этом ролике, спрашивает, а разве я обязан знать правила? Чего ещё должен был ожидать от игрока на юзерке, на випке, ну и прочих не админских привилегиях? Я думал ты будешь супер солдатом, ты его стрелять в своём стене. Не-не, смотри короче, я до этого его грабил, он мне дал 5к. Я сейчас его второй раз решил, он уже меня оставлял. А можешь мне дать денег? Может дать мне денег? Ты же сударуц. Можешь дать денег, ну через консоль там или как-то её. Ну типа это, командой. Я просто знак, там Димон давал. Так нет, не так, ты можешь выдавать деньги себе и кому хочешь. Через команду. Ты сударуц. Ты можешь тревять. Может и ко мне. Может и ко мне дать. Через команду. Брат. Ладно. Ты сказал бы закрытого и стал сударуц. Да, да, да. Серьёзно, сука, ты жалобу подал, ты блядь, правил не знаешь. Ну, ну хотя бы что-нибудь дай, пожалуйста. Что такое? Подожди. Что хотел, зачем пришли. Вы с ним в гляделки играете? Тут какие сигналы? Я тоже. Держу в курсе, это тоже донатный администратор. Я, блядь, не понимаю, что у них творится в голове перед тем, как они принимают такие решения. Ну просто для чего? Зачем? Почему? Какова цель? Для чего, сука? А он это делает? Ему типа в кайф получать пизды? Ну как я и говорил ранее, если даже донатный администратор намеренно нарушает какие-либо правила, что я могу требовать от обычного игрока? Слоски. А чё-то было? Он тебе сказал глаза закрыть, ты глаза закрыл, всё, ты проиграл. Скажи, а зачем нам блэшку? Дебил. А чё? А чё? А чё? Я так как-то не при... Пиздец, это чё за куня была? Я просто стою. Какого чёрта, блядь? Я не сделал ничего такого, чтобы по мне и пашили, блядь. Я просто в ахуе с них, ребят, это чё за бред, блядь. Чел на чём сидит-то? На Unlimited Super Admin. Пиздец, вы прикиньте, я стоя просто на месте, сука, хватанул пулю, ну и нашёл нарушителя тем самым. Блядь, я не понял, реально прикол, а зачем это надо было делать? Серьёзно? Настолько скучно играется на кремпрофах, что, не знаю, взяли пограбили, блядь. Я, возможно, попробовал бы отстреляться, но всё же, сука, это хоть... Это хотя бы было... имело бы смысл по мне стрелять. Привет. Посмотри в ники бандитов. Что это такое? Что это за баланс? Сука. Чёрт. Чёрт.